всем привет с вами Александр Иванов и проект химия просто пока на канале готовится большое видео и курс по радиохимии я покажу вам маленький эксперимент при помощи жидкого азота и спирта возьмем такой стаканчик из старбакса он отлично держит жидкий азот показываю что-то действительно жидкий азот наливаем стаканчик кипит прекрасно и у нас есть вот такая формочка для мороженого берем чистый спирт слушаем только что открыл наливаем говоря по поводу того что отлично держит жидкий азот я держу в руках а уже тут ничего не кипит добавим жидкого азота спирт закроем подержи саша тут саша помогает рука бога так давай понюхаем понюхаешь поднюхать что действительно спирт он там так вот нюхает громче только скажи на закрываем и помещаем жидкий азот а пока наш спирт замораживается для чего это сделаем я расскажу чуть позже хочу сказать что у нас есть социальные сети в контакте обязательно подписывайтесь на нашу группу в контакте там у нас наши супер админы делают супер годный контент иногда баяны но надо же развлекаться также у нас есть группа в контакте не в контакт вырежем это также у нас есть группа в фейсбуке там делают англоязычный контент так что если вы хотите изучать не только химию но и делать это на английском языке пожалуйста подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке и там тоже работают профессионалы и делаются на английском языке также у нас есть twitter туда тоже обязательно подписывайтесь там исключительно уникальный контент который не публикуются ни там ни там ну и есть у нас еще instagram туда тоже неплохо было подписаться там у нас есть короткие фоточки зарисовочки интересные видосики ну и то что у нас происходит в лаборатории тоже там будет публиковаться так спирт у нас замораживается часу короче прокрутку сделаем потому что это будет иначе очень долго автоматизируем процесс рукам а то холодно а пока наш спирт замораживается покажу вам один маленький фокус не повторять жидкий азот какую сторону плевать это был жидкий азот да жижа для вейпа дубль 2 все равно замораживается как-то так мы забыли о технике безопасности и одеть очки пусть будет более безопасно очки что грязные ну пока спирт замерзает сделаем еще минутку саморекламы у нас есть наши группы партнеры это суровый технарь образовывать курилка гутенберга тоже подписывайтесь крутые группы крутые ребята работают ну давай ладно буду обещать снять пока оно замораживается все мы привыкли что есть три агрегатных состояния вещества на самом деле четыре но мы рассмотрим три жидкая твердая твердая жидкая газообразная в таком порядке сейчас мы будем путать твердый спирт мы знаем что жидкость когда мы допустим разольем ее то с ее поверхности происходит процесс испарения возникает вопрос а когда у нас вещество в твердом состоянии испаряется оно или нет так вот так как мы знаем что спирт очень хорошо пахнет мы его заморозим и понюхаем к сожалению youtube не дает возможности вам понюхать но вам придется поверить нам вот так вот если твердый спирт будет пахнуть значит он испаряется из твердого состояния так сделаем очки это мне ничего не видно о может как кисель потом крупным планом покажу там вообще круто пулы а в чем мы будем выливать а есть чашка петри принеси чашку петри оттуда пожалуйста но сейчас спиртом не пахнет потому что тут все забивает аргон аргон азот аргон у нас там можно спокойно руку выливать стаканчик попали можно на одежду ничего страшного тут нас не заснимать ты мог там идет не знаю видно будет на камере нет можем сашу плеснуть да он так показал процесс почти завершён может мне идет конец рассказать научный канал серьезный контент ну неужели замерзла у рашеньки момент истины вот вино хорошо доставалось вода плохо достается принести пожалуйста матерчатую перчатку чтобы просто холодно не было нужно для левой руки на надень направо но в объеме уменьшился он потрескался он лопнул вот так выглядит твердый спирт пахнет саша иди сюда независимый эксперт александр ржов денечки так саша александр понюхайте пожалуйста спирт сюда скажи микрофон пахнет вот так выглядит твердый спирт крупным планом твердый спирт оп потекло выглядит как кисель слушай давай подожгем горелка вон стоит но не горелкой птичку надо так у нас возник вопрос а что будет если его поджечь но так как горелку мы не будем поджигать кстати показываем что в азоте процесс горения останавливается горит не горит доставай ну вот сидим загорается это же спирт горит вот здесь оп и потушили а так как у нас есть такой тренд как опускать палец в различные агрессивные среды опустим вот этот живучий палец в жидкий азот ну так как с радиацией часто работаем с ураном там постоянно вырастает шестой палец приходится ампутировать так что посмотрим что получится ну и качестве безопасности оденем перчатку так добавляем азота и опускаем палец ну в принципе нормально а вы пока не забывайте подписываться на наш инстаграм твиттер вконтакте и фейсбук ссылки вот что-то неприятно да я хоть и не терминатор т1000 но вот что-то пальцы то фигня какая-то я пальца не чувствую ну наверное обморозим такое тоже бывает ну что жидкий азот пил палец сейчас заморозим кто-нибудь сделайте мем палец вот смешно будет этот палец был везде или как там бывает у этого пальца жизнь круче и интереснее чем у тебя что-то кипит еще видимо не до кости замерз хрустит уже что-то там ну ладно палец дымит надо проверить целый он или нет зря солей молоток взял вы посмотрите на эту режим Саша, сфоткай, крупным планом вставку сделаем. Между прочим, вот теперь собачку показывать удобнее стало. Гов! 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 Оф! 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 Он там стоит. В конечность у нас быстрая отростая. Думаете, что я такой молодой в 27 лет? Все радиация. Видите, уже отрос. Это лишний палец. Такое тоже бывает. Чтобы у вас больше не было проблем с радиофобией. Скоро будет целый цикл видео по радиохимии, поэтому обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх. Зовите друзей, рассказывайте о нас, о сумасшедших ребятах. Ну и не забывайте поддерживать проект. Он держится исключительно на вашей поддержке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok